В 2018 году мы открыли перинатальный центр и второй год подряд фиксируем позитивный социально-демографический результат. Младенческая смертность по итогам 2019 года упала до рекордного уровня 4,6 случая на тысячу родившихся. Кроме того, в минувшем году нет ни одного факта материнской смертности. Одна из первых тем, который коснулся руководителей региона – сфера здравоохранения. Фундамент медицины – первичная медико-санитарная помощь. На ее укрепление были направлены основные усилия. В прошлом году в Карелии введены в строй 20 ФАПов. На капитальные ремонты объектов здравоохранения в 2019 году направлено 110 миллионов рублей. Обновляется автопарк, осуществляется дальнейшее материально-техническое оснащение медицинских организаций. Работа, проведенная в 2019 году, дает свои плоды уже в этом 2020 году. Республика Карелия, система здравоохранения Республики Карелия, в общем-то, достойно справляется с пандемией, с новой инфекцией, с которой столкнулось наше сообщество. Если сравнивать с соседними регионами, у нас самая низкая заболеваемость, у нас очень хорошие цифры по летальности. Инвестиции в основной капитал по итогам 2019 года составили более 48 миллиардов рублей. В целом за последние три года они выросли на 22%, отметил Артур Парфенчиков. В структуре инвестиций значительно увеличилась доля малого бизнеса с 19 до 33%. Мы видим инфраструктуру, которая появляется, мы видим большое количество денег, которые приходят на развитие социальной инфраструктуры, образования, в туризм очень много денег приходит. Ну, то есть, есть чем гордиться. Естественно, остаются и слабые места, но без них никуда. И мы все это тоже видим, все это прекрасно понимаем. В минувшем году было расселено 6,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья. А это значит, что уже 140 семей переехали в новые комфортные квартиры. Значительное количество аварийки – это еще одна острая социальная проблема, которая появилась в республике ни сегодня, ни вчера. На это направление нашей работы также обратил внимание глава государства на последние наши рабочие встречи. И решение этой проблемы мы видим только людно. Реализовать программу расселения опережающими темпами. Изменения произошли и в социальной сфере. В 2019 году в республике построены 34 спортивных сооружения на общую сумму 1,4 миллиарда рублей. Растет доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом. Среди детей и молодежи она составляет 87%. В рамках нацпроекта «Демография» создаются новые места в детских садах. «Какое количество мест в 2019 году было создано? 830 мест. Из них 750 – это в городе Петрозаводске. 80 мест – в поселке Шуя. Но это, по-моему, беспрецедентно. Мы видим, как много возможностей предоставлены на сегодняшний день семьям». За последние два с половиной года число действующих фермерских хозяйств выросло почти вдвое. Стабильно работает и рыбохозяйственный комплекс. За прошлый год почти на 20% увеличился объем выращенной аквакультуры. «Я бы оценил работу правительства положительно по мерам поддержки сельскохозяйственного производства. В прошлом году, в 2019 году, было выделено 800 миллионов на поддержку субъектов сельхозпроизводства агропромышленного комплекса. Это на 116% к 2018 году». Большинством голосов депутаты Законодательного собрания приняли отчет о работе правительства в 2019 году. Юлия Степанова, Александр Борисов, Служба новостей.